Продолжаем рассказывать о тех, кто успешно защитил свой проект на форуме Машук и сейчас занимается его реализацией. Дело Лизы Явлоевой направлено на интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас она руководит учебным центром «Другой взгляд». Подробности у Тамары Хашигульгой. Про Лизу Явлоеву можно смело сказать. Человек с неограниченными возможностями. Она легко преодолевает не только этот высокий пандус, но и различные жизненные преграды. Лиза прикована к коляске с раннего детства. Коварный полиомелит лишил ее простых детских радостей в виде школы или общения со сверстниками. Поэтому, когда Лиза выросла, она решила подарить такую возможность другим. Мое обучение школьное было на дому. Я вообще не ходила в школу никогда. Это такая моя душевная детская травма. И отсюда зародилась идея создать такую маленькую организацию, маленькую школу, куда ребята с ограниченными возможностями могут без проблем, без комплексов приходить и получать какие-то дополнительные навыки и также досуг. В 2013 году на форуме «Машук» ее проект, направленный на интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями, вошел в список победителей. Вначале это была только небольшая школа. С 2017 года другой взгляд стал уже полноценным многопрофильным центром. Спонсоров, как таковых, у нас не было. Аренда, зарплата преподавателя, много проблем. И здесь у нас возникла идея не закрываться, а идти дальше. То есть мы, можно сказать, стали такой коммерческой организацией. То есть на сегодняшний день мы уже такой инклюзивный центр, где учатся и здоровые, естественно, платно, и люди с ограниченными возможностями. Но мы максимально стараемся, чтобы помочь большему количеству людей. То есть у нас все равно на сегодняшний день есть курсы совершенно бесплатные для людей с ограниченными возможностями. Молодец! Умничка! Кто? Что это? Что это? Дыня! Марьяна Плеева – психолог-дефектолог. В центре работает почти год. Она занимается обучением и воспитанием взрослых и детей с различными особенностями в развитии. Занятия у нее проходят индивидуально. Протолшительность курса зависит от характера заболевания. По 40 минут, но опять же зависит от ребенка. Допустим, с детьми постарше они выдерживают 40 минут. Есть дети очень маленькие, у которых 30 минут целое испытание. Поэтому под каждого ребенка курс, программа, методика подбирается индивидуально. Слова достаточно простые. Следующий этап – это сложные слова, а потом уже предложения. То есть в целом от трех месяцев до полугода уходит на развитие речи. Если это аутизм, синдром Дауна, более серьезные заболевания, то там, конечно, годами надо бывает ходить. Не только адаптироваться в современном мире, но и развивать творческие способности в мастерской декоративно-прикладного искусства. Нанизывайте на резиночку и обязательно следите за своим концом, чтобы не убежали ваши буси. Маленькая Лиза Баланкоева ДПИ начала изучать только три месяца назад. В свои восемь она и мыло сумеет сварить, и рисунок в технике и брус делать, как сегодня браслет из бисера или даже печенье. Там были кремы разного цвета, и мы их разукрашивали. Всякие там бусинки съедобные украшали, всякие там посыпки делали, и получилось вкусно. Я угощала брата, сестру, маму и папу. Как? Что они сказали? Ну, им понравилось, папе больше всех. В учебном центре есть возможность подготовиться к школе, изучить языки, не только иностранные, но и родной ингушский подтянуть, начать читать Коран или даже преодолеть страх перед публикой, благодаря искусству ораторского мастерства. Продленки, репетиторство, творческая мастерская, что очень полезно для деток, и очень-очень много направлений. Наша еще одна изюминка – это то, что мы беремся за все случаи. То есть мы максимально стараемся не отказывать тяжелым, сложным деткам, деткам с аутизмом, деткам с синдромом, да, у нас ДЦП. По возможности мы очень стараемся помочь всем. Центру только три года, но у него уже порядка 300 выпускников, а будет еще больше, уверена Лиза Явлоева. У центра есть филиал и в столице Ингушетии, поэтому идей для развития много. Тамара Хшагульгова, Магомед Дедигов, Новости 24.